изумрудный парк октябрьского района в округе проживают около 100 тысяч человек еще лет пять назад здесь никого не было разве что маргиналы и экзибиционисты это история нулевых годов но сегодня парк реконструирует и уже понятно для одного зеленого места людей с избытком да это лучший парк у нас городе других нет есть но таких нет нигде мы вообще с индустриального района приехали сюда погулять потому что у нас не так много в городе к сожалению мест для прогулки вот таких вот больших когда мы этот проект реализовывали мы его рассматривали именно как полигон для отработки технологий развития общественных пространств городе до парк перегружен людей очень много это конечно меня радует но в то же время понимаешь что это и следствие того что в городе действительно катастрофически не хватает нормальных парков для отдыха и я хотел бы надеяться на то что все таки такие парки появятся изумрудный это часть зеленого каркаса барнаула масштабного проекта который должен соединить скверы парки и аллеи города а еще наполнить его велодорожками и площадками для выгула собак эту концепцию создали ученые алтайского госуниверситета вместе с архитекторами назвали барнаул зеленый город по задумке любой должен добираться от дома до кусочка природы в городе всего за 15 минут заказчиком стал глава администрации вячеслав франк если мы не поймем сейчас как нам двигаться и в какую сторону то соответственно мы не знаем что конкретно делать потому что все вот эти как бы мелкие какие-то разрозненные работы которые ведутся они они в конечном итоге на самом деле в пазл не соберутся ну они могут не собраться вот если мы возьмем один скверик сделаем отдельно другой скверик сделаем какую-то велодорожку там которая ничем не начну ни с чего не начинается ничем не заканчивается то в конечном итоге вот эта штука она на самом деле в пазл не соберется андрея таджанов это архитектор ему заказали научно-исследовательскую работу и он ее выполнил изучив при этом немало научных работ и законодательных актов феврале таджанов презентовал свой проект потому сегодня для главы барнаула вячеслава генрихович и не секрет что отсутствует благоприятная городская среда есть вечные конфликты между застройщиками и барнаульцами которые буквально бьются за зеленые зоны а еще есть изношенности природного каркаса прошлого века то есть давайте представим что мы с вами оптимисты у нас есть оказывается есть опыт эта история все-таки советская да конечно это вот именно в тридцатые сороковые пятидесятые годы когда в барнауле происходила так называемая зеленая революция но это я такой термин ввожу достаточно привести одну цифру в 1950 кажется году только за год было высажено 250 тысяч деревьев тысяч за год в 1951 году только парк меланжевый но то что сейчас изумрудный был увеличен на 11 гектаров еще раз 1951 году высажено 200 тысяч деревьев и кустарников а вот в 2021 всего полторы тысячи историки архитекторы говорят что советские власти реализовывали идею города сада которую создали еще в российской империи свое время она провалилась это была россия начала двадцатого века то есть революция гражданская война и пожар 1917 года в барнауле людям стало негде жить какие там парки но революционеры национализировали землю и спустя какие-то годы идея город сад вновь стало интересно барнаул правда за полвека стала зеленым на наступили 90 хлеб молоко мясо грубо говоря в 90-х годах то есть вот мы был этап когда он действительно было в первую очередь надо было обеспечить питание населения страны 90-м годом часть деревьев просто ну достигла такого периода возраста когда становится то есть она гибнет то есть она ломается его надо либо спиливать либо если вы не спилить она сама рухнет мы не случайно рассказали об истории озеленения барнаула потому что сегодня к администрации барнаула есть вопросы проект зеленого каркаса презентован и уже как пять месяцев но не будем об этом потому что у барнаульцев есть запрос на озеленение вообще мировой тренд на дикую природу а у нас до сих пор как в союзе высаживают деревья в ряд и вообще обрезкой деревьев то есть кронирование занимаются либо простые рабочие либо люди без лицензии профильное учреждение созданной администрации города именуется муниципальным бюджетным учреждением благоустройства озеленения но помимо этого еще в городе большое количество граждан юридических лиц получают разрешение на снос обрезку санитарную обрезку зеленых насаждений выполняют собственными силами они совершают обрезку деревьев и что у нас вообще по нормам всего лишь 30 процентов можно веток обрезать то есть они знают как кронировать потому что просто обрезать тоже нельзя дерево может перестать расти да общий численный состав организации составляет порядка 120 человек а именно о наличии профильного образования но это тоже опять же давайте уточним в пресс-службе уточнили оказывается таких рабочих всего 5 на весь город сносом и обрезкой деревьев занимается четыре рабочих зеленого хозяйства 6 разряда под руководством начальника службы по сносу и обрезке зеленых насаждений специалист 6 разряда это специалист на самом высокого уровня который сегодня может быть работать в данном предприятии то есть и начальник у начальника значит спец образование вы видите как у нас в барнауле кронируют деревья насколько адекватно все происходит но обсуждать и грубо говоря адекватно неадекватно то есть это тут вопрос надо больше к администрации есть мнение что зеленый каркас задаст новый подход к работе мэрия барнаула уверена город будет меняться чаще всего у нас посадки были рядовые но то есть в одну линию высаживаются зеленые насаждения это в основном речь идет о крупномерах то концепция нам предлагает многоярусное зеленение ну вот например предлагается по проспекту лейна в районе мест и зон отдыха там где стоят скамейки и парковые диваны а вырумить это все кустарниками здесь нужно подчеркнуть что озеленение должно стать комплексным и продуманным уже сегодня специалисты медики и биологи согласны с выводами которые делают климатологи барнаул все чаще перенимает какие-то черты резко континентального климата если коротко вот что говорят специалисты если озеленение в городе будет уменьшаться и становиться его качество хуже но мы получим неблагоприятную для жизни среду в городе мы получим скучный город у него будет другой климат другой режим больше будет здесь ветра будет больше солнца больше будет мороза и так далее так далее то есть принципе получится что мы просто напросто будем жить не так комфортно как если бы мы жили в городе парке предложение это на самом деле глобально оно такое вот одно чтобы было больше парков чтобы они были в пешей доступности и чтобы у людей не было проблем с транспортом и со здоровьем застройки идут ужасно вырубаются деревья вроде тенденция есть что озеленять город а с другой стороны мы видим что то там то там деревья под корень срезают мне нравится когда много деревьев много везде озеленение особенно делают новостройки там бы я еще посадила я вижу что ничего не меняет становится только хуже все сейчас зеленый каркас вот в том виде в котором его предлагает от аджана в том виде в котором может быть там его видит городская администрация не реализуем это нереально это земель земель вопрос земли пользования сотнями если не тысячами различных собственников почему в начале двадцатого века город сад смогли реализовать попытаться реализовать только после революции 17 года потому что революция национализировала землю и возникла возможность это сделать почему советское время высажено было такое большое количество деревьев создано парк и скверы опять же государство оно и решало что где будет конечно когда вот это дом на дом прям наставляют сложно становится озеленять но вопрос о том что посадить дерево сложно но посадить многолетними кустарниками либо многолетними цветами никто же не нам не запрещает потому что места там уже хватит концепция принимается к реализации она берется на вооружение администрации города много поправок будет в проект так в том то и дело что концепция принята в том виде в котором она на сегодня и была нам предоставлена разработчиками как оценивается это миллиарды реализации концепции у нее нету расчетной стоимости по реализации еще раз говорю это вектор сохранения существующего каркаса при умножении зеленых территорий это нечеткий перечень с ведомостью объемов рабочего здесь посадить но вы как человек который будет это все реализовать можете же представить суммы сколько придется тратить конечно же нет хорошо работа на следующий год во сколько оцениваются вот сейчас бюджет вы говорите будете объем муниципального задания у нас по нашему мбу он составляет около 150 миллионов но это у нас в том числе идет и зимнее летнее содержание уборка от мусора будут ли отстраивать зеленый каркас да будут это заявление вы только что услышали от мэрии но у людей которые в теме возникают вопросы и даже сомнения поэтому одно знаем наверняка начинать нужно сегодня иначе что мы оставим им